Ребята, всем привет! С вами снова Хантер. Я, как обычно, желаю приятного аппетита тем, кто решил перекусить. Ну а сегодня я решил осветить свое похождение на первый СНГ ESL турнир. В общем-то и рассказать, чем все это дело закончилось. Сейчас перед своими глазами вы видите, собственно, страничку этого турнира. Здесь вот указано начало, когда регистрироваться, каков турнир. Кто в нем может принимать участие и каковы правила. Матчи у нас были Best of 3 в сетке, а финалы были Best of 5. Ну и, соответственно, карты DFH. Ну, все это понятно. В общем-то, ребята, первый такой турнирчик. Пробные сделали ESL и, в общем-то, я решил в нем принять участие. Итак, смотрим, что же все-таки произошло. Что же это такое ты нам показываешь, спросите меня вы. Ребята, я вам показываю ранги человека, который попался против меня. Ну, я думаю, тут комментарии какие-либо излишние. В общем-то, это Frontier Spot. Я думаю, вы знакомы с ним, если вы, конечно, смотрели мое, по-моему, позапрошлое видео по турнирам, когда мы играли с Дораном, в общем-то, он там опять-таки нам в первом же матче попался. Ну, мне на него везет, я другого ничего сказать не могу. В общем, вы поняли, я попался сразу же против него. Итак, ну что ж, перейдем к матчам. Итак, ребята, вот и наш первый матч. Как видите, я создал лобби, и мы начали играть. Что хочу сказать сразу же, первый кик-офф не в мою пользу, но Frontier ошибается. Как-то странно, возможно, он еще не размялся, и я забиваю первый гол в пустые ворота. Что ж, неплохое начало. Это немного приободрило мои надежды. И, в общем-то, продолжаем. Второй кик-офф. Опять, здесь уже везет мне, но у меня не было буста, к сожалению, чтобы как-то продолжить эту атаку. И мне приходится возвращаться в оборону. Он начинает свою атаку, пытается сайдфлипом закинуть в дальний угол ворот. Здесь переигрывает меня, и это гол. В принципе, ничего такого удивительного, как мне показалось. Ну, мне кажется, я его просто не видел. Я смотрел как-то на мяч, а он был с другой стороны. Итак, кик-офф опять вроде бы инчейни такой, и он берет его, потому что он взял буст, ему это можно сделать. Здесь я вообще не понял его действия, он поехал опять на буст, но я просто мощно ударил и забил опять очередной open goal. Так, очередная разводочка, ребята. Едем на нее. Не знаю почему, но мне в них как-то не везет, что ли. Либо я как-то неправильно их делаю. Может быть, кто-то из вас напишет. Вроде бы обычный... Ну, не знаю. Обычная разводка. С ударом вот таким вот. Ну, не знаю, ребят, скажите мне потом, что я делал не так. Жду ваших мнений. Но опять с разводочки мне залетают. И счет уже не 2-1, а 2-3. Очень много кик-офф голов. Не знаю, с чем это связано, но пусть-пусть. Итак, эта разводка тоже более-менее равная, но я решил не рисковать и поехал на деф, потому что иначе мог бы пропустить open goal. Здесь начинаю, в принципе, свою атаку, но честно вам сказать, ребята, я очень торопился. Но вот тут вот мне повезло, и я подловил Фринтира на том, что он дал мне слишком много свободного пространства, и я просто очень мощно отправил мяч в пустые ворота. И очередной кик-офф абсолютно не в мою пользу. Я, естественно, на него не успеваю, но мне везет, откровенно говоря. Он попадает в штангу, и здесь я пытаюсь провести свою атаку. Но, естественно, такой человек прочитает ребаунд и выбьет, заклирит мяч куда подальше. Пытается он тут меня забить таким эйрил и таким, что ли, пинчем от машины. В общем-то, у него это получилось великолепная игра. Новая разводка, и опять я что-то делаю не так. Не знаю, повторюсь, уже с чем-то связано. Но давайте больше не будем на этом зацикливаться. Если я пытался как-то проатаковать, 50-50 такой вот получился, но он его выигрывает, и здесь опять-таки пустые ворота. Счет становится 3-5. Но хочется отметить, что пока что более-менее равно идем. Он пока меня переигрывает только за счет личного скилла и моих ошибок. А мне остается забивать только опен голы, в принципе. Тут ничего удивительного, потому что скилл, короче, очень сильно разнится. Здесь я пытаюсь такой вот голец закинуть, но, конечно же, он его заклирит. Ну и в любом случае, это была бы, наверное, перекладка. Что же будет дальше? Дальше очередная атака со стороны Френтира. Пытается, но я сейвлю. Хорошо. Начинаем новую атаку, но тут же он меня прессингует, я ничего не могу сделать. Выбиваю. Все, можно немножечко расслабиться, но слишком много, сильно не надо ему давать свободу. И он пытается заклирить, и я успешно перехватываю мяч и отправляю его в ворот. Счет 4-5. В принципе, разница не такая уж и большая. Я тогда был полон энтузиазма и хотел выиграть. Все-таки это игрок высокого довольно-таки класса, раз у него повсюду гранд-чемпион. Поэтому обыграть его для меня это, не знаю, что-то сверхъестественное. Здесь хороший сейв. И тут он опять меня переигрывает. Тут я что-то несуразное, по-моему, сделал. Но в итоге кое-как засейвил эти мячи. Хорошо, он выбивает куда подальше. Начинает новую атаку здесь. Здесь я как-то странно действовал. Могу выбить уже дальше и забить, в принципе, гол. Но нет. Тут вот такой вот клир. Я пытаюсь быть первее на мяче, но вижу, что уже не успею. Очередная атака от соперника. Удачно приземляется. Касается мяча. Стараюсь вынести, но, в принципе, у меня это получается. И здесь с ребаунда. Но нет. Он действует слишком быстро и не дает не делать никаких ошибок. Делать все точно. Здесь я пытался просто выбить и выбил прямо на него в итоге. Тут я вообще не понял, как это произошло. Я, по идее, должен был сейвать, но давайте посмотрим. Я даже помню, что не пропустал этот повтор. Просто, ну, не знаю. Ну, ладно, бывает. Со всеми, наверное. Счет становится 4-6. Это уже отрыв 2 очка. Для меня это не очень хорошо. Здесь я, в принципе, мог бы забить, если бы поехал сразу нормально, а не по-дебильному. Через стал бы крутиться, там, через это нитро. В общем, не через ту сторону я развернулся. Остается у нас всего 1 минута. Он атакует. Я сейвлю. В принципе, шансы у меня все еще имеются. И я надеюсь, что выигрую этот матч. Но все-таки он действует, ну, очень уж уверенно. Очень хорошо он играет в дуэльке. Не зря у него такой высокий ранг. И надеюсь, что когда-нибудь и я такого же добьюсь. Вот. Но пока что мои ошибки, это банально то, что я отдаю мяч, как я вот сейчас вижу, анализирую, и недоигрываю в некоторых моментах. Например, как этот. Ну, глупая ошибка и гол. Что можно еще сказать? В принципе, все заслужено, так скажем. Очередная попытка выиграть кик-офф, но она заканчивается очередным поражением. И я явно понял, что что-то с ними не так. Я как-то буду их тренировать, что ли, в ближайшее время, когда оно появится. Здесь я просто уже пытался забить. Эйрил, в общем-то, эрдриббл, но он просто запинчевал в мою сторону и добился ребаунда. Очень красиво. Ну, что сказать. Этот матч явно не за мной, но, в принципе, поначалу казалось даже, что я способен сопротивляться, но, возможно, это было исключительно за счет того, что он еще как-то не размялся, не разыгрался. Ну, что ж, в принципе, я доволен своим матчем. Я держался достойно. И надеюсь, что в будущем буду играть лучше. Но сейчас переходим ко второму матчу. Итак, ребята, вот и второй наш матч. Опять у меня проблемы с кик-оффами. Сразу же тут же просто мне залетает. Я даже не успел ничего подумать. И тут же пропустил. На очередной кик-офф. И, может быть, это из-за того, что я как-то сбоку пытаюсь к нему подъехать. И чуть ли не опять мне не залетает. Но, как говорится, пронесло. Надо дефать. И пусто нету. Собираю маленькие буст-падики. Вот. Ну, и здесь просто шикарнейший... Даже не знаю, как это назвать. Но это было красиво. Вот. Неужели первая разводка в мою пользу? И чуточку мне не повезло. Я не туда ударил. Но, в принципе, я был способен к редиректу, к адекватному. Здесь он меня просто переиграл. Потому что я ехал не в ту сторону. Ситуация была не в мою пользу. И я должен был это понимать. И двигаться быстрее к воротам. Но в таких моментах я, к сожалению, игру еще читаю не до конца. И вот, собственно, это моя проблема. Но чем больше играешь, тем больше практики. Тут я вообще не понял, что я сделал. И тем больше у тебя скилл. Но это всем известный факт, ребята. Тут он очень даже неплохо прессингует меня. Пытается забить. У него это практически получилось. Очередная попытка заирдриблить. И, в принципе, она тоже была, ну, так скажем, в средней успешности. Он был близок к тому, что забить. У меня, кстати говоря, ноль буста вообще. Я катаюсь тут как бесполезная машинка. В общем-то, ничего не делаю. И продолжает он меня давить. Я ничем не могу вообще ответить. Просто вот такими вот клирами. Ну, кстати, это, скорее всего, гол. Да, это гол, потому что он как-то странно остался сзади. Может быть, он подумал, что я... А, я увидел в конце, он там как-то заехал на ворота. Не успел бы вернуться, даже если бы я ехал очень медленно. Как-то так. Ну, здесь очередной 50-50. Он был, в принципе, к нему более расположен. И переигрывает. Но тут физика псайониксов не дает забить. Фри-фри гол, опен гол, называйте, как хотите. Я начинаю свою атаку. Пытался немножечко пофейковать. Но у меня это не особо получилось. Буста нет. Я возвращаюсь назад. Очередная атака с попыткой эирдриблить. Я банально не успеваю за этой атакой. Потому что немного не рассчитал дистанцию. И просто пропустил. Счет уже 1-4. По сравнению с прошлым матчем, это уже вообще не то. Чувствуется, что он приспособился к моей игре. Как-то адаптировался. Уже стал читать мои ошибки. Понимать, как я действую. Ну, а я уже немного стал приунывать. Потому что понял, что это Габелла. В общем-то, 5-1, ребята. Это сетки у нас лозеров, к сожалению, нет. Но что поделать. Игра с такими игроками, она только закаляет. И дает, ну не знаю, желание улучшать. Работать над собой, улучшать свой скилл. Поэтому я думаю, что когда-нибудь мы еще схлестнемся в 1-1. Но это будет не скоро. И к тому времени я надеюсь, что я уже поднаберусь скилла. Ну а сейчас я, к сожалению, продолжаю проигрывать. Залетает не седьмой мяч. Я уже играл, так скажем. В общем-то, ну, как сказать. Я понимал, что я проиграю. Я просто доигрывал свои минуты. Вот. Но сдаваться я тоже не хотел. Думал, может быть, что-нибудь еще забью. Может быть, как-то пофристайлить получится. Не знаю. В общем, ребята. Хотя это 1 на 1. И у меня оставалось еще целые 2 минуты. Скорее всего, я вам наврал сейчас про свой настрой. В те минуты я думал, что... Ну вот, как раз то, что я вам сейчас только что сказал. Что за 2 минуты в РЛ может все круто измениться. И я надеялся, что у меня получится как-то перевернуть игру. Но, с другой стороны, я понимал, что это принтер-спот. И шансов на это у меня очень мало. Но стоит отметить, что это, в принципе, не фаворит данного... Ну, он фаворит данного турнира. Но не такой, как некоторые еще участники, которые были там. Вот. Ну что ж, ребята. Продолжаем проигрывать. Здесь у меня открывается возможность для опен-гола. Я этим пользуюсь, забиваю второй. Но хотя бы не в сухую, знаете. А до этого, кстати, у нас был Бразил. Я, кстати, только сейчас на это обратил внимание. Неплохо. Может быть, это все было подстроено. Не знаю. Тут вообще тупейшая ошибка от меня. Ну, это из-за того, что я уже расстроился. Наверное, как-то уже не так сильно играл. Вот. Ну, в принципе, чего я ожидал? Чего-то сверхъестественного. Ну, я думал, что, может быть, менее разгромный счет будет. Но он, конечно, очень хорошо все делает. Эрдрибл практически в девятку. Я просто не могу никак это сейвить. 2-8. Счет у нас становится еще целую минуту играть. Ущербный кик-офф с моей стороны. Я, в общем-то, у меня есть такая проблема. Иногда я нажимаю кнопку прыжка один раз. И, в общем-то, тяну с вторым. Случайно так происходит. То ли из-за геймпада, то ли из-за меня. Но случается и такое. Очередной кик-офф я проигрываю. Здесь я думал, что у меня уже залетит. Но переждал и начинаю атаку. Хорошо перебросил его и просто заблочил. 3-9. В принципе, неплохо. Как для игры с игроком такого уровня. С учетом того, что у меня всего лишь шутинг стар. Ну, максимум я играю, наверное, наут старая. Может быть, супер старая. Но раз не добился этих званий, может быть и нет. Ну, или просто не старался. Будем откровенными. Вот. Взял своего чемпиона в 2 на 2 да и забил. Он забивает еще один гол. Счет 0-4-9, еще 40 секунд играть. Очередные все, в общем-то, последствия кик-оффа предрасположены к тому, чтобы он забил. Но здесь вот просто перфект дриблинг обвел меня как два пальца об асфальт. 4-10. Ничего удивительного, ребята, я в этом не вижу. В принципе, это ожидаемый счет. Но я думал, что он будет сразу. Но, как видите, в первом матче я составил хоть какую-то конкуренцию. Так. Очередная атака. И он просто пауэршотит. Я не успеваю среагировать на такой мощный удар. Пропускаю 11-й. Кто бы что ни говорил, ребята, но несмотря на то, что я проиграл этот матч с таким разгромным счетом, я все равно доволен, что я сыграл его. У меня появился опыт. Я посмотрел, как играет он. Может быть, сяду как-нибудь. Я сохранил реплей. Может быть, сяду как-нибудь, проанализирую это все дело. Посмотрю, опять-таки, может быть, чему-то научусь. Ну что ж, ребята, в общем-то, вот такой вот получился у меня поход на турнир. К сожалению, не очень успешный. Но, как есть. Так что, спасибо вам за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Всем до новых встреч, ребята. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok